Драгоценные, мы имеем такое первое слово в Рождестве, когда Иисус родился, и ангелы пришли к пастухам, и первое слово было «не бойтесь». Поэтому каждый Новый год, любой цикл, любой уровень, мы должны просто входить в этом слове «не бойтесь». Я когда смотрел на эти, потому что вам возвещена великая радость, нам молило, что родился Христос Спаситель. Я всегда на эти вещи смотрю, думаю, Господи, ну уже если нам Иисуса Христа не хватает, то еще и великое множество пришло ангелы вместе с ним, поэтому с нами Иисус и ангелы. Поэтому давайте мы войдем без всякого страха в новый цикл, в новый уровень, в Новый год во имя Иисуса Христа. Это первое. И когда вот Виктор говорил за созвездие, я помню, у меня еще Олег таким, но будучи еще более моложе, молодым человеком, получил, что Вифлеемская звезда – это не Иисус Христос. Вифлеемская звезда родилась, когда Иисус родился, а Вифлеемская звезда показала, где Иисус. И он тогда, помню, вышел и сказал там на собрании, говорит, мы, говорит, звезды, мы, говорит, светим для того, чтобы показать людям, где Иисус Христос. И потом он столько опепся из-за этих вещей, почему, говорит, о, зазвездили, опять звездами себя стали называть. Ну что поделаешь, если мы с вами, ну реально, вот такие звезды, чтобы светить и вести людей к Иисусу Христу. Аминь. Аминь. Дорогие, ну вот официальное поздравление закончено. Серьезную вещь скажу, просто вот меня Аня вот навела на самом деле на пророческие вещи, мы с ней разговаривали, она одним словом поделилась, и там было число 200. И я когда стал смотреть, потому что одно время я немного еврейский, так это не то, что язык, но буквы изучал, и через это я определенный такой тонет сделал для благословения. Меня Господа, молилуя. Потому что Господь, ну он по-разному уже благословляет. И он говорит, хочу тебя благословить вот через еврейские такие буквы. И когда я смотрел на них, и вдруг вот это 200, у меня просто раз вспоминается, что в еврейском алфавите есть буква Рэш, которая означает «голова и мудрость», она 20-я буква в алфавите и имеет гематую 200. И я думаю, вот 20-е, а я помню, что 20-й год у нас был. И год достаточно сложный, посмотрите, для всех был. Мы либо выбирали коронованную эсфирь, потому что этот год начался с того, что он начинался с еврейского месяца Тавет, когда короновали эсфирь. А эсфирь это прообраз церкви. И мы с вами должны были принять эту корону для того, чтобы коронавирус был под нашими ногами во имя Иисуса Христа. И вот когда я смотрю на эту 20-й цифру, 20-й год, он заканчивается. И всегда есть положительные, всегда есть отрицательные, как бы сказать, значения этих вещей. Отрицательная сторона в том, что мудрость и голова, оно также показывает на кого? На змею. И это змея подколотная, которая пришла в Эдемский сад когда-то для того, чтобы нас отвезти от Господа в лице Адама, да, было. Но с другой стороны, это голова и мудрость, о которой Господь сказал, чтобы главенство наше было от Иисуса Христа. И мудрость не только простота голубинная, но мудрость Иисуса Христа. Поэтому закончился 20-й год. Мы его приняли как главенство Иисуса Христа, но с другой стороны, мы были обуты в готовность нашей обувью наступать на кого? На змеи-скорпионок. Мы, знаете, во время Иисуса Христа разможили. И просто мы должны принять, мы выжили, то, что мы дышим, мы разможили голову дьяволу в этом году во имя Иисуса. Аминь. И там еще одна буква есть, которая выходит как гематрия 300, это 21-я буква и 21-й год для меня. Мы просто в воскресенье едем в город Лобни вот с пастором, с Олегом. И там одно время они открыли по стране 400 центров. И в Лобни был юбилейный 300-й центр. И вот как раз гематрия 300, это буква шины. Когда вот пастор говорил о том, что это будет год огня, он говорит, посмотрите, какая состыковка. Во-первых, эта буква шин, она, как, может быть, видели на флаге Украины или других рисует, это как призывается. Это, с одной стороны, Божьи зубы, с другой стороны, огонь. И мы просто Божьими зубами, как молотилы зубчатые, мы просто порвем все, что встанет на нашем пути. С другой стороны, тот огонь, этот огонь пятидесятницы во имя Иисуса Христа по-новому, он сойдет на нас для того, чтобы, если там была первая, там пятидесятница, у нас будет последняя пятидесятница. И мы входим в этот новый год, аллилуйя, с этой буквой шин, с числом гематрии 300. А 300, это знаете что, пастор, новая команда, которая будет одобрана у воды, у Слова Божьего. Та команда, которая просто победила филистимлян в великом множестве. Их тогда было мало, вышло тридцать сколько? Четыре тысячи. Господь говорит, слушайте, вас так много, аллилуйя, поэтому он просто обрежал, обрежал, ну в смысле, редкие ряды дел, для того, чтобы показать, чтобы вся слава Господу была. Помните, также число 318 у Авраама было почти как 300, аллилуйя, аминь, они просто четырех царей разбили во имя Иисуса Христа. Поэтому давайте бодро будем входить в новый год, и просто знаете, чего не бояться, не врагов, а вот именно вот этого видения, вот этого благословенного пророчества, просто некоторые боятся. Давайте напугаемся, как мы о видении говорили, аллилуйя, потому что вся слава Господа, но Господь говорит, не бойтесь, аллилуйя, мы сходим. Поэтому во имя Иисуса Христа мы возглашаем в этом дне рождение в новое. Аминь. Аллилуйя. Огромное спасибо сказать вот семье Шестаку, они нам приготовили такой шикарный стол. Наталья. Я нас получаю, что по лицам, вот они нарядились, все они. Огромное, спасибо огромное. И давайте мы помолимся и будем кушать. Аминь. Я смотрю, все на стол. Да, на стол хотя бы. За плечом Ярослав Валентинович. Слава Господу, спасибо за пророчество. Я верю, друзья, что мы сделаем многое для Господа. И впереди у нас долгий путь. Аминь. И я верю, что Бог вам прославится в этом городе по Московской области. У нас, видите, даже огненные флажки вон там. Аминь. На карте красные. Да, что загорятся там, я верю. Вот, это саги.